В прошлом году шесть депутатов согласились взять под патронаж 14 подростков, которые состоят на профилактических учетах либо в ПДН, либо в КДН. С несовершеннолетними около полугода работали депутаты Вадим Бажин, Ирина Василенко, Людмила Смолина, Сергей Кузнецов, Дмитрий Шкаридный и Евгений Рычков. Шесть депутатов попытались свои силы. Хочу сказать, что эффект есть. То есть тоже было не очень понятно. Я не педагог, профессиональный, в отличие от коллег, тоже не понимал и волновался, что из этого может выйти. Но эксперимент показал, что результат есть. С детям порой действительно не хватает, тем, кто ступился, не хочет учиться, какого-то элементарного участия взрослого человека. Один из моих подопечных давно не взаимодействовал с отцом. Я, конечно, никогда не смогу заменить чужому ребенку отца, но где-то авторитетно поговорить, объяснить, что без образования в жизни никуда. То есть мальчик, один из моих подопечных, все-таки согласился, что надо учиться, ходить в школу. Если у кого-то есть желание выбрать из наших числа 122 подростков, тех, за которыми вы бы закрепились, хотя бы как-то бы словом, делом, своим поступком даже, показали бы им свою работу, то есть просто бы побеседовали. Потому что некоторым из них действительно не хватает, и общения родителей ничего не могут сделать. Я не в состоянии по возрасту, например, бегать по этажам, посещать трудных подростков, но я длительное время еще из прошлой думы добивался и в этой думе добиваюсь на коллективное посещение подростков, школьников. Но почему-то меня никуда не пускают. Здесь присутствует даже, как говорится, директор школы, с которым я уже договорился, вроде встретиться с большой группой активистов школы, но до сих пор жду приглашения в школу. Нет этого приглашения. Вы ждете, а я шел в школу. В характерной манере некоторые депутаты отвлеклись на обсуждение того, что теперь в школах и семьях страдает трудовое воспитание, да и вообще власть надо бы менять. Есть у нас спортивные клубы. Вот Сергей Николаевич делает прекрасное дело, что проводит ребят, привлекает. Но ведь не все туда пойдут. А самое главное, не все ребята могут заниматься, потому что не у всех позволяет здоровье. Вот взяли и занялись. А что кричать пиариться? Это ни к чему. Это все баловство. Я говорю то, что есть. То, что есть, так возьми и измени. У меня просто предложение от коллеги. Может быть, мы не шесть человек добровольцами, а попробуем все. И каждому из вас, я уверен, есть что сказать. И у каждого у вас за плечами большой жизненный опыт, несмотря на то, что там не все являются педагогами. В ходе долгих рассуждений депутаты так и не решили. Только уже образовавшаяся шестерка продолжит работу с трудными подростками. Или в депутатском корпусе найдутся еще добровольцы, готовые взять под патронаж несовершеннолетних. Время подумать еще есть.